дорогие ребята я сейчас вам немножечко расскажу о том что у нас будет 11 11 мая в павильоне 47 вот смотрите вы помните раз был довольно такой подробный эфир с марком марк супер умный парень который нам помогал и надеюсь еще к нам присоединиться но может быть чуточку позже чем сказал никто не понимает то что ты делаешь ну то что вы делаете потому что никто не ну то есть и из тех кто занимается у нас никто не понимает как бы трек целиком и но собственно не может определить собственную точку в этом треке профессиональном то есть ну большинство людей не имеют образование художественного те кто к нам приходит и им очень сложно понять зачем идти сейчас на оффлайн по рисованию вроде как я не умею рисовать и и и меняет не может научить сразу же или я уже умею рисовать зачем мне еще надо что-то там пачкаться в краске ну вот марк действительно будучи очень умным парнем предложил сделать такой чек-лист который мы сейчас начали наполнять сначала в канале на ютюбе и надеюсь за отпуск на прекрасном острове надеюсь что я туда все-таки улечу в начале июня если там блин будет интернет еще я переделаю сайт воркаута полностью уже с учетом того что он будет просто представлять из себя чек-лист и вы видите все будете видеть напротив каждой позиции а собственно этот чек-лист это и есть ну как бы открытый план методический всего нашего образовательного трека я сейчас вам его зачитаю пользуюсь случаем ну то есть это не спойлер но близко к этому значит пи первый этап который всем нужно пройти и кто-то его прошел в три года как прошел ему 10 лет но кто-то его вообще не прошел кто поздно расчехлился этот трек то есть эта часть называется пропедевтика такое довольно дурацкое скользкое слово пропедевтика что она означает вы можете посмотреть в википедии но значит что у нас что мы поднимем как бы подразумеваем это собственно понимание композиции и понимание цвета это всего два два этапа откуда мы взяли подобную структуру мы в принципе изучили классических методистов граф дизайне живописи и так далее на протяжении последних 250 лет из них собрали гигантский лонглист опросили учащийся на воркауте сами как-то почерепили и выяснили что значит на самом деле но список этот в 10 раз меньше и сколько какие вещи можно схлопнуть что у нас получилось значит и так как бы пропедевтика это это этап номер один там есть композиция это такой как бы подпункт в себя включающие следующие вещи формат точка линия пространства пропорции супер важно масштабы что такое мы сейчас узнаем структуры и конструкции тоже узнаем плотность вот надо сказать что на художке и кто водит своих детей к нам на художку в днх в этот как раз раз был отличный раз и все рады лёха спасибо вася спасибо елень спасибо тайка спасибо 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 андрюха вы прекрасные кураторы и у вас начало получаться то что нужно как раз занятие было посвящено высокой печати для детей 10 лет вот это было классно с резидентами из в днх из павильона ремесел но тема занятия была плотность и дети все поняли вообще что это это супер интересная вещь в общем плотность фактуры и текстуры ритм интерпретация скорректирующую может быть это перспектива контрасты системы из десяти контрастов до основных симметрия равновесие силуэт и и контрформа если вы глянете у рудера или у армхейма или у лебедева то там немножко будет другой список и мне хотелось его то есть но мне не нравился не тот не другой и не 3 еще пяток как бы вариантов кое-что есть у итана кое-что есть не вижу отсюда книжек которые студировал по этому поводу в общем на самом деле как бы у всех как я уже сказал раньше список разница как бы чуточку и и он очень запутанный то есть у нас там запутанный получился но надеюсь что мы так постепенно с вами разберемся что такое ритм что-то интерпретация и так далее это был первый слот внутри как бы блока пропедевтик 2 посвящен цвету эта форма и цвет тон тональная тональные градации что это это свет супер важная как бы штука это контрасты да уже как бы цветовые контрасты смешение так как бы цветов и и психология как бы психология то есть влияние на нас определенных сочетаний вибрационная природа всех этих штук значит если мы сейчас секундочку отличаемся от нашего чек-листа который мне сейчас рассказываю и ведь и как бы прыгнем в 11 мая это будет через шесть дней то у нас будет первый из нескольких довольно интересных оффлайнов на в днх в павильоне ремесла вы помните что у нас там проходит художка это оказалось довольно успешная штука единственная ну по моему хорошо работающая из помимо кампуса еще одно хорошо работающие то есть кому-то точно нужное и ну исправно развивающиеся кто кто присоединился привет ребята привет игорян привет воркаут классно что вы что вы слушаете если что управляйте если я что-то гоню вот значит в днх немножко там как-то меняет функцию этого павильона большого значит там где собственно проходит художка и очень радостно что это что эти все как бы изменения они в итоге вывели руководство к пониманию того что павильон можно расписать вот ну то есть и соответственно мы вместе ну решили с ними что можно расписать как угодно силами а художки и б взрослых поэтому я вас приглашаю 11 18 и 25 но пока мы вывесили регистрацию только на 11 на котором будет куратором рома манихин это отличный художник мой добрый друг сотрудник мастерской долгое долгие лето запустивший прорву 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 продуктов наших пока директор взял села раппи порт российский smart money чуточку первое третье в самом вокруг света потом дарпис пейпер еще ряд штук чуть менее известных то есть можно сказать что 7 или 8 как бы продуктов он брал наши макеты и их развивал как арт директор вот и последние несколько лет он раскрылся наконец как блестящий живописец и реально невероятные бодрости и и дерзости и чувак мне он очень симпатичен ну то что он как бы делает это очень странно и его еще очень любопытно иногда это конечно за за пределами гну какой-то ну что ли этики вот но поскольку это очень весело то это так так наверно может быть вот он будет выступать как раз первым куратором 11 мая и и то есть это сказать что последнего выставки курирует андрей бартени в которую я отношусь огромным уважением и понимаю что конечно это большой молодец на российской арт сцене это хороший правильный чувак вот приятно что он курирует роминой выставки короче рома будет куратором а остальных то есть 18 и 25 мая куратором будет коля филатов и 25 скорее всего может быть буду я хотя конечно ни разу не живописец вот но попробую как бы себя в новом плова значит вернусь к списку с которого значит я начал собственно этот эфир и и коротенько скажу маша костровой машка здорово чего я собрался тут и что вообще как бы о чем речь значит речь о том что для тех кто не умеет рисовать или боится рисовать вы помните что мы делали такую штуку как рисующие пираты она состоялась несколько раз формате офлайн как бы встречи однодневных и в формате супер удачного кампуса который раскрыл нескольких очень приятных и дорогих мне ребят которые сейчас помогают проекта work out сидя в далеком казахстане надеюсь их скорее ну оттуда утащить вместе с их котиками и предложить им разную интересную работу в москве вот значит мы составили до мысль прыгает извините возвращаюсь обратно просто уже сегодня был эфир длинный с разбором вещей которые сделал егор помещенный в кампус на пять рабочих дней после после достаточно успешного его окончании титариал дизайн бэйс x1 вот и и я поэтому ну-ка немножко теряю мысль извините сейчас я вернусь значит речь идет вот о чем я хочу вас зазвать на этот оффлайн потому что он особенно полезен тем кто не умеет рисовать потому что это попытка как раз просто увидеть на себя тюточку с другой стороны и очень простыми способами но разрисоваться увидеть что вы можете делать красиво то есть на самом деле это ну как бы серьезная проблема потому что люди рисуют или не рисуют не потому что они умеют а потому что им кажется что должно что-то похоже ну то есть это там типа нарисовал ворона не ворона ботинок new balance 998 usa нет шарик для для массажа шеи может быть котлета по-киевски все одно и то же на самом деле ворона то есть чтобы вы не ну то есть не важно что сначала важно что вы допустите себя рису одну как бы рисующего это не страшно и в общем как бы дизайнер ну не может не рисовать то есть если он не рисует он не дизайнер совсем то есть ему нужно учиться вот поэтому вот значит все что я вам рассказывал 20 минут назад я сейчас быстро повторю что у нас будет на этом оффлайне и еще раз как бы напомню что я в июне в отпуске переделываю сайт воркаута мы перезапустим онлайн чтобы он работал вообще по-другому найдем бизнес девелопера и людей по 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 продвижению чем мы сейчас заняты и встречаемся с разными ребятами которые откликнулись на мой зов как бы недельной давности и и вам будет понятнее что мы делаем и вам будет легче мерить ну кому это нужно мерить одну как бы свои результаты они в общем как бы элементарно мериться деньгами то есть те кто там что-то у нас серьезный закончил они раза в три в деньгах выросли окей значит что будет у нас 11 мая это пропедевтика что туда входит композиция формат . линия пространства пропорции масштаб структура и конструкция плотность фактура и текстура ритм перспектива контрасты симметрия равновесие силуэт и контрформа это то что у нас будет 11 17 кажется или 15 11 но надеюсь что 18 и 25 мая а что на самом деле будет я вам сейчас скажу это конечно мне очень-очень нравится скажу вам честно ну мы придумали это за одну секунду и и если как бы ну тратить больше времени на придумывание то вы то выйдет ну то есть обычно выходит хуже представьте что вы находитесь внутри ковчега ну я не был как внутри ковчега может быть вы были я с огромным уважением отношусь к ною патриарху ветхозаветному который ну как бы в момент довольно трудный для для значит цивилизации и планеты спас да как вы помните всех по паре и плюс еще как бы него были сыновья которые после высадки незамедлительно стали вождями как бы таких макро племен сим хам и и афет вот значит но мы здесь не увидим неси мы и хама не и афета и даже ноя скорее всего то есть мы только как бы представим на пространство у нас есть и и мы подумали что кайфово его нарубить на каюты ну как бы условно скотчем просто гигантские сделать там пять на пять каюта или два на два каюта то есть то есть у каждого будут такие наделы то есть ну как у каждого участника будут наделы как у ребенка так и у взрослого на сказать что художка закончится в три часа а начало наше с вами затеи в два часа поэтому вы все увидите как бы детей довольно уже необычных но которых мы перепрошили конкретно с 1 марта и они уже не не как бы отборозни и разгильдяи пялищиеся как бы в свои телефоны все время ну шутка и правда тоже вот а которые рассуждают о контрастах и симметрии печатают на на станках высокой печати вырезать какие-то безумные вещи из фанеры мажет красят снимают видосы и так далее если происходит художки мне важно чтобы вы увидели как бы как мы возимся с детьми восьми тире двенадцатилетними потому что на самом деле ну если у вас есть как бы дети это вы увидите что мы это делаем так же качественно как и все остальное а с другой стороны вы поймете каким образом как бы можно сотрудничать с детьми потому что ведь не всякий родитель понимает что с детьми делать даже очень опытный родитель даже родители который почитал его всякие умные японские книжки и допустим там гибель рейтер нашу как бы выучил наизусть но вот это вот чувствование детей и поиска той точке через которую вы можете с ним сдружиться не всякий родитель чувствует вот у нас будут условия созданы как бы ну то есть благодаря которым вы видите хорошую модель взаимодействия с вашим собственным ребенком даже если вы не ходите на художку вот значит как все будет вы приходите к нам нас обнимаем или просто здороваемся и выдавим вам три карточки на одной карточке название животного довольно вован здорово какой же ты молодец и я вам скажу ребята что у меня фантастическая команда это лучшие люди лучшие люди по крайней мере для меня я их очень люблю я вас очень люблю ребята я давно вас искал скажу вам честно наверное всю жизнь ну вот значит выдается карточки лирика иногда важная вещь чтобы ребята знали что ну как бы это так надо проговаривать русичи в отличие от американцев с которыми я общаюсь все больше и больше почему-то очень закрытые граждане и и нам нужно учиться говорить друг другу хорошие вещи ну плохие тоже иногда но это с этим и справляемся успешно а вот с хорошими штуками там как бы боязнь открыть сердце нам нам очень важно и скорее освоить вовка обнял ну вот значит итак вам вам дается три карточки на них три слова животное иногда несуществующие и несуществовавшие растения то же самое вымышленные вот и минерал и вы это рисуете вы можете рисовать совместно с кем-то из пришли из каком присутствующих но но каюта у каждого своя вы ее подписываете и это остается на в днх на некоторое время на некоторые может быть годы поэтому мне кажется что в этом интересно принять участие я понимаю что мы выбрали самое неудачное время которое только было возможно но поскольку мы все не очень ну нет другого скажу про манишин просто уезжает на несколько месяцев из страны и не факт что он скоро вернется поэтому это последний шанс его застать в хорошем состоянии как бы человека имеющего билет в одну сторону и я думаю что нам будет всем очень весело и классно вот мне кажется что все и что я вам все рассказал подписаться после зарегистрироваться можно как всегда на сайте оффлайн . designworkout.ru или на нашем таймпэк там сейчас по моему человек 15 но емкость этой всей затеи человек 35-40 если уже больше то плюс дети это будет конечно тяжело и можно упасть с вышки торга вообще там будут стоять вы вышки 5 метровые две штуки из них можно будет рисовать каких-нибудь огромных ящеров ну летающих птеродактилей стреляющих там всякими бомбами очень всякую дичь мы же не знаем кто там у ноя был поэтому мы будем рисовать как нам кажется и как нам будет максимально весело еще один как бы момент для тех кто уже зарегистрировался на сайте внизу мы указываем список материалов которые нужно принести там очень мало то есть это за костюм защитный чтобы вы не не перепачкались полностью в краски вода эмульсионкой краску мы вам предоставим это будет 12 красок всего это очень то есть это как бы специальный концепт это просто поскольку это на самом деле не просто мазня ну какая-то а это конкретно кусок курса пропедевтики и формальной композиции то мы касаемся достаточно серьезно работы с цветом и формы и мы выбрали 12 как бы цветов которые и но имеют определенные взаимоотношения друг с другом как колористические так и на уровне плотности оптической и так далее вот это очень интересное и каждому из вас выдадут всего две краски помимо черный и белый ну как бы черные белые придется использовать потому что явно вам сначала как потребуется сделать некий скетч но поскольку в общем я вам скажу что ответственность достаточно здорово это много представьте это ведь главная выставка страны я ну и пытаюсь напустить мне никто и пафос вот но не очень получается ну короче говоря сначала эскиз и мы его обсудим с вами вместе вот и потом вы это будете все переносить на стену огромными кистями да значит кисти все на вас удобно рисовать и когда у вас есть кисть длинной ручкой эта ручка это может просто швабра прикрученная скотчем тканым ну чтобы держала получше к обычной малярной кисти вот и раскатной раскатной стала ночь то сразу раскатной такой пластиковый сейчас раскатной пластиковый такой лоток всего их потребуется этих лотка 3 каждому стоимость их две копейки поэтому не скупитесь они вам пригодятся много тряпок банка для воды гигантская чтобы вы ну как бы работали чистым инструментом ну и собственно все и ждем вас одиннадцатого числа в 2 там по-моему или в три часа в общем как там написано в программе вот коли вы еще тут и не уходите то оставшиеся запланированные три с половиной минуты и я вам подскажу собственно тот тот чек-лист который у нас с вами про который я вам рассказывал и который собственно составит ну меню нашего будущего сайта версии 3.0 значит парпедевтику я я вам разобрал следующий идет типографика это история шрифта и типографских стилей что там есть письмо и каллиграфия алфавитные системы то есть эмоджи идеографическая пиктографическая шрифт как гармоническая система понимание структуры букв латинской и кириллической письменности генезис форм шрифта спесимены что это такое вот вовка очень любит спесимены я очень люблю спесимены меня просто мало вовки много у терехова совсем много у кричевского совсем мало вот шрифтовые категории и кирилловские шрифты или кириллические шрифты дальше проектирование антиквы и гротеска набор и акциденция параметры шрифта поиск графической идеи практика шрифтового скетча практика шрифтового рисунка работа с формой и контрформой заметьте кто кто из вас очень внимательный чувак например тема ефимцев здорово то тот увидел что определенные слова в первой части где речь шла о пропедевтике и формальной композиции совпадают что вот с нынешней как во второй части где речь идет о проектировании шрифта ритм шрифта и текстура текст это супер интересные вещи конечно работа с кассой шрифта принципе работы с безе вообще чё с ними делать связи знаках знаков в алфавитах на основе латиницы и кириллицы интерполяция и принципы гарнитурности за эту часть второго блока отвечает жени кетчуп мой друг и и редактор и издатель time journal и рустам габасов наш общий приятель с редактор из соиздатель уже не и хороший хороший мальчишка отличный лектор дальше в этом же блоке кусок в вовке и а именно play type на мой взгляд это гениальная совершенно штука и я очень жалею когда к вовке набивается на play type в кампус меньше чем 10 человек в последний раз было бы было 10 но когда 8 мне очень горестно что эти люди ну просто не знают о том что подобное есть вообще в стране и ближайшее место где подобное есть это урбина это я думаю что вовка ты меня поправишь то есть может быть берлин может быть рейдинг хотя я тоже не уверен но как бы вот то есть разные эксперименты которые вы видите на play type этим всем как бы занимался карл наврод наш приятель родим пешка и еще как бы ряд людей в голландии и швеции вот поэтому приходите на play type такого конечно но стране нету значит именно на уровне подхода то есть шрифт считается что это какой-то ужасно долго и ужасно муторное ужасно тяжелое дело неподъемная над долго учиться чтобы потом значит апологеты вас не сожгли в аду сразу на самом деле это не так надо то есть можно совершенно по-другому делать и так этот вот этап 22.3 про проектирование экспериментального шрифта что там есть там есть краткая история и терминология чтобы мы ну понимали что мы делаем интерпретация клиентского брифа это наверно беру навыки работы с референсами образ и форма навык прототипирования модульный принцип проектирования метод вариативного проектирования поиск форм шрифта в абстрактных в абстрактных формах в графике или скульптуре те кто проходил по этой летом помнит что была работа с гипсом с фанерой огромные скульптуры из фанеры заполонили значит мой несчастный 11 соток вот значит дальше формы шрифта и тип материала шрифтовая касса конструкция спесями и технологии сейчас это все чуть-чуть выглядит как бы немножко непонятным вам но когда вы видите уже это на сайте когда уже вот внутри группы мы это все соберем в такие под подгруппе и их замкнем на определенные модули оффлайн и кампусы онлайн курсы которые мы будем делать летом писать и готовить их для для сентября вот то вы поймете как это все как бы складывается в хорошую образовательную методику которую можно за год освоить а то и меньше и быть неубиваемым профиком с с огромной потенцией роста в ответственности деньгах и ну интересе проектов и так далее я не случайно упоминаю как бы уже деньги третий раз в моем спичек потому что они хорошая мерила для того что мы хорошая мерила нашей адекватности как как специалистов дальше идет в этой же группе проектирование литеринга жертвовой маркетинг отдельная серьезная как бы тема и технология печати это просто как бы ремесленный блок который будут реализовывать наши партнеры там будет эволюция как бы печатных техник экскурс ручной набор высокая печать малоручной пресс шелкуха и возможно резограф и и оффсет сейчас даже при вас допишу туда резограф как придумал только что что он нужен вот по поводу все это не факт что он нам нужен может быть как бы все цифровой на машине ксерых синдиго дальше идет третий пункт это уже мой пункт это это макетирование и и и дам есть три таких блока я понимаю что уже почти что час прошел и наверное вам уже скучновато поэтому я быстро просто перечислю что там есть значит там есть текст смысл и образ первый блок 8 пунктов дальше идет типографика это не то что уже не его вы до кого пункт 2 это это конкретно каким образом она живет в макетировании дальше идет собственно макет наверное надо мне вам все-таки подробности рассказать да значит как бы так текст смысл и образ что там есть там есть функция и жанр сюжет смысловые блоки конструкция текста система образов характер действия ритм текста текст как и метафора и сценарий публикации эту эту часть то есть этот как бы блок реализует мой партнер редактор и и возможно это выродится как бы в отдельный такой спецкурс который будет скорее как бы ориентирован на рабочие пары редакторов и дизайнеров ну что просто их наконец-то примирить что как бы текст не лезет на текст хороший но текст не лезет надо резать нет нет нельзя резать потому что текст хоровы и так далее это самому кабу муть она может быть легко за несколько как бы дней в кампусе разобрана и и будет таки разобрана для сотрудников компании тугис через пару недель к они к нам снова приедут на программу кампус креатив дэй уже второй раз в составе как раз редакторы и дизайнеры этой компании и мы попробуем вот такого рода как бы воркшоп такой супер интенсив снимет провести и заодно обкатать такой вот гибридный формат дальше идет как бы вы значит блоки макетирования раздел типографика выбор шрифта набор акциденция и леттеринг принципы сочетаемости и шрифтов это супер волнующий вопрос для всех что с чем сочетается и кто видел сегодня снефир с егором вы помните ответ можно использовать все что угодно вопрос отношений вот отношение это самое важное собственно сама ячейка сам сам как бы контейнер и в данном случае как бы шрифт выступает контейнером не иметь никакого значения ну то есть его микро настройки имеют значение но по факту самое важное это отношение элементов и все типы оформления текста размерности стиле набора комбинирование размеров и начертаний на самом деле сложный вопрос и очень важный ритм контраст плотность и тональность набора форма и контрформа помните да уже в третий раз встречается эти определения в наборе членение текста внутри текстовые выделения шрифты и изображения это как раз был был вопрос сегодня у егора и мы с ним разбирали два журнала в эфире intersection и carl's cars и и на их примере их такого story will показывал как бы как это проектируется значит макет значит там есть формат обмерная практика это вот то что происходит первый день в кампусе на курсе editorial design пропорционирование типы сеток параметрическая сетка да то есть print и web модульная система минимальный и функциональный модуль компоновочные схемы это то что мы тренировали и с егором из из темой башкировым из яндекса и эфиры разборов этих сейчас или может быть и горян в другом часовом поясе поэтому завтра может быть может быть послезавтра появится у нас в нашем новом канале на ютюбе напомню что мы сейчас уносим всего извини его на youtube потому что кажется что время загибается как площадка это может быть это и не так но как осуществление маркетинга это конечно странная такая тема ну как в имею я думаю что как youtube будет работать лучше вот насчет в макете есть модульная система до повторю минимальный и функциональный модуль компоновочные схемы видосы посмотрите что это и как с этим работать ряд заданий были даны и гору и егор из 60 разворотов которые он сделал ну там 23 есть ничего вот пик формы супер важная тема и мастер макет дальше идет два крутых блока для профиков первый блок называется art direction я этой роли поступаю с 97 года довольно много уже лет и более-менее как бы знаю как это делается и могу рассказать и показать значит в этом блоке 22 подблока методика творческой работы в команде это такой как бы подблок там есть подбор команды я этим занимаюсь то есть многие люди в яндексе например некоторые люди в яндексе некоторые люди политехи некоторые люди москва 24 некоторые люди на нтв некоторые люди ну и так далее очень довольно много людей были набраны Ну, набраны нами Значит, подбор команды Ну, я И Морис редакций Методика наставничества Вообще, что это? Как с этим быть? Решение Ваших проблем Это просто Q&A Что бывает? Проблем этих полно у руководителей Дизайна отделов Как вдохновить, как не убить Как приезжать, чтобы работал Ленивая скотина Ну, и так далее То есть, масса вопросов Как вдохновить, чтобы человек полетел Чтобы он из состояния Такого сморщенного Ну, чтобы он раскрылся Поджег всех Вот это вот Это об этом Проведение брейнштормов Взаимодействия с клиентом Это все описано скриптами У меня И я этим делюсь Работа с авторами Это еще один Подпункт в Art Direction Это выбор автора Поиск и выбор автора Навык постановки задач Просто Как это делать Написание брифа Как это делать Как бриф менять под подрядчика Вот у вас есть бриф Вы его не будете Напрямую Как бы Передавать подрядчику Вы Понимаете Кто подрядчик Вы его выбрали И понимаете Какая у него Какая у него Точка B Куда он метит Исходя из этого Вы переформулируете Бриф таким образом Чтобы он как бы Не дотягивался до него Сначала Но не сломался И не оступился Вы его где-то страхуете Это определенная методика Но она позволяет Как бы человеку Во-первых А. вырасти Б. сделать необыкновенное То, что не делал раньше То есть Подняться Да И закрыть Ему Да Как бы подрядчику Закрыть Какие-то серьезные Личностные Задачи Которых вы знаете И вы как бы Брифом Помогаете Ему Их тоже закрыть Это мастерство Вот Это можно Это можно научиться И решение Творческих проблем Вот И пятый пункт Меня очень бодрит Это называется Бизнес дизайн И здесь у нас есть Партнер С которым Мы это Будем все вместе делать Это Крутыш Я ему очень рад И Леха Респект Вот Я пока Не делаю Неких анонсов Потому что Курс Только как бы Лешей Готовится И И И И И И И Так Сейчас 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 Это Да Это Леша Еремин Ну возможно Вы его знаете Кучу Сделал Всяких Необыкновенных Вещей Именно как Как бы Человек Вышедший Из дизайна В сторону Маркетинга И Заработавший Невероятную Систему Которая Позволяет Клиенту Все-таки Понять Чего ему Дизайнера Нужно И И Понять Как бы Как Выстроить Собственно Идентичность Что для этого Надо Как Перестроить Борг Структуру Чтобы Она Была Работающей Ну и Еще Тучу 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 Вопросов Которых Я знаю Достаточно Поверхностно Алеша Знает Супер Профессионально И Шестой Пункт Это Это История Дизайна Это То Что Сейчас У нас Чуть Чуть Закрывают Оффлайн Который Проходит В Как бы Библиотеках И То Что Закрывает Эра Вот Ну собственно И все Мне кажется Что На сегодня Достаточно Хороших Вам Снов И Приходите Один из того К нам Порисовать Пока